ЧП на воде. В Павлодаре на реке Иртыш столкнулись прогулочный теплоход и катер. Один человек погиб. Тем временем спасатели констатируют, подобных аварий с каждым годом становится все больше. Илья Рыбин выяснял, почему отдыхающие недооценивают опасность. Такой серьезной аварии на воде павлодарские спасатели не припомнят. Водолазы рассказывают, звук столкновения катера с прогулочным теплоходом был слышен за сотни метров. Буквально минуту, может, меньше даже добрались до нее, до этой лодки. Я, конечно, на одной лодке взялся за ту лодку, которая на свою часть, а человека, который на воде, в жилете была вторая спасательная лодка, достала его с воды и в лодку доставили на берег. Теплоход двигался по главному руслу Иртыша. Катер вышел навстречу, но управляющий им мужчина по невыясненным пока причинам не уступил дорогу теплоходу. В результате столкновения лодку буквально затянуло под многотонное судно вместе с капитаном. Спасти мужчину не удалось. На нем не было спасательного жилета. Полученное объяснение непосредственно от пассажира маломерного судна констатирует о том, что, возможно, мы не можем сейчас утверждать без заключения экспертизы, возможно, судоводитель находился в нетрезвом состоянии. Однако, по словам экспертов, и капитан теплохода не предпринял всех необходимых действий, чтобы избежать столкновения. К тому же судно двигалось без разрешающих документов. Так что экипажу теплохода теперь грозит штраф. Между тем, по словам спасателей, в связи с доступностью лодок и скутеров, трагедий с каждым годом становится все больше. А ведь и на воде есть свои правила движения. Самое неприятное то, что на скутера, на эти быстроходные, садятся люди неподготовленные, то есть не знающие элементарных правил плавания на судоходной реке или вообще на водоеме. Считают, что на этот скутер может сесть любой человек, трезвый, пьяный, в любом состоянии. Чтобы управлять таким катером, у капитана в первую очередь должно быть специальное водительское удостоверение и документ о прохождении технического осмотра. К сожалению, у меня прав на управление таким катером нет, поэтому сегодня я в качестве пассажира, для которого, кстати, тоже существуют определенные правила. Самое главное – наличие спасательного жилета. Илья Рыбин, Марат Тимуров, информбюро, Павлодарская область.